Что сегодня из себя представляют эти ткани? Здесь участвуют и нити, и шнуры, и ленты, вырезанные из ткани, ленты из сетки, металлические элементы, нити с пайетками, бусины. Создатели этих тканей называют бойцами невидимого фронта, ведь их имена известны в основном в кругах профессионалов. Но именно эти художники и технологи принимают непосредственное участие в высокой моде. В ряду таких незаменимых, скромная и изящная, как все французское, фабрика Малиакент. Ее создатель Мишель Сарана, она была художником. Она ничего не знала про производство тканей, не была знакома со станками ткацкими. Она просто создавала эскизы тканей из очень необычных материалов. Ее фантазия не была ограничена ничем. Ей посоветовали свои вот эти эскизы отправить Габриэл Шанель. Это было в 1961 году, она так и поступила. Габриэль, когда увидела эскизы, она пришла в восторг. Настолько они были интересными, новыми. Тут же, после того, как Габриэль Шанель включила эти ткани в свою коллекцию, посыпались заказы от Эссен-Лорана, от Армани, от других марок самого высочайшего уровня. Более чем за полвека фабрика Малиакент сохранила преданность креативу и высокой моде, пригласив в свою компанию инновации. Сейчас они вот эти свои идеи воплощают на современном оборудовании при участии новейших IT-технологий. То есть как это все сегодня происходит? Идеи черпаются со всего мира. То есть приглашаются дизайнеры с разных точек земного шара. Они рисуют ткани, свои идеи. Дальше делается отборка уже руководителем компании. И затем уже специалисты подключаются, которые эти идеи могут переложить уже в технологии. На сегодняшний день, что нового эта фабрика нам предлагает, они выпускают уже не ткани, у них есть возможность выпускать определенные детали уже с обработкой борта, с карманчиками и даже с пуговицами. Вот такой ноу-хау они ввели. Эти ткани, как и модели из них созданы и существуют в единичных экземплярах. Они приравниваются к шедеврам, которые с годами только растут в цене.